Всем известно, что материнская любовь не знает границ. Мать, несмотря даже на то, что ребенок принадлежит к другому виду, все равно обогреет, накормит и спасет. История, похожая на Киплинговскую, произошла поблизости с аргентинским городом Лаплата. Крестьянин Фабио Анзе, работая в поле, услышал детский плач. Но когда он пришел на звук, то увидел бродячую собаку, которая только что ощенилась. Внимательнее присмотревшись к собачьему семейству, аргентинец увидел, что кроме своих шестерых щенков, дворняжка прижимает своими лапами человеческого младенца. Видимо рождение ребенка произошло здесь же, в поле. Однако куда подевалась мать выяснить не удалось. Крестьянин вызвал полицию. Те, прибыв на место происшествия, решили перевезти малыша в больницу Мельхор Ромера. Врачи установили, что четырехкилограммовой девочке несколько часов от роду. Когда ее доставили в клинику, из ее рта текла кровь. На теле были обнаружены небольшие синяки и царапины. Однако в целом самочувствие ребенка было удовлетворительным. Но если бы собака не пригрела младенца, то скорее всего новорожденная замерзла бы от холода через несколько часов. На следующий день объявилась и мать. Ею оказалась 14-летняя девушка. Объяснить от кого она забеременела и почему рожала в поле, подросток не смогла. Она очень боялась реакции своих родителей и отказывалась отвечать на вопросы психолога. Единственное, что горе-мать сообщила, что ребенка она родила в нескольких метрах от собаки. Там, в мусоре и грязи, она и оставила свою дочку. Собака же, увидев младенца, заботливо перенесла его в свою конуру к щенкам. Врачи, осмотрев малолетнюю мать, госпитализировали ее с диагнозом маточное кровотечение. В дальнейшем, она будет привлечена к уголовной ответственности. Малышку же перевезли в детскую больницу города Лаплаты. Ее спасительница, которой дали кличку Чина, стала местной знаменитостью. У нее теперь часто бывает много гостей, которые приносят ей и щенкам разные лакомства. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.